Добрый вечер! С вами фитнес-инструктор Жанна. Она же нутрициолог, она же просто мама. Я варю своему маленькому ребенку 4,5 года суп-пюре. Почему так важно варить именно суп-пюре? Не только маленькому ребенку, но и взрослому. Я попытаюсь вам сейчас рассказать, суп показать и пошагово объяснить весь процесс. Итак, суп-пюре. Ключевое слово здесь будет цельная морковка, цельные овощи. Цельные овощи все не получатся. У меня лежит тыква, лук, кабачок, цельная морковь. Если морковь разрезать, витамин там уже нет. Поэтому овощи надо варить цельные. Стараться также овощи не переваривать. По-хорошему овощи, то есть любой суп, любая каша должна вариться на растекателях. Специальные продаются растекатели, которые не доводят до 60 градусов. И если мы с вами будем варить с 60 градусов, никакой белок уходить не будут. Никакие витамины не будут вывариваться. Поэтому, если нет растекателя, все-таки я вот просто варю на огне. Но я овощи оставлю чуть-чуть недоваренные. Варить суп на бульоне все равно, что запивать еду. Напитки во время еды ослабляют слюноотделение, которое способствует процессу пищеварения. Лишняя жидкость разбавляет пищеварительный сок в желудке. Затем токсины всасываются в кровь и тем самым мы отравляем свой органин. После того, как я оставлю недоваренные овощи, я специально приготовила блендер. И в блендере я все перемешаю. Оставлю немного бульона и перемешаю все в блендере. Если есть зелень по сезону, или сейчас уже у нас на даче лук есть, то зелень дачную и дачную и не дачную мы обязательно на 20 минут кладем в холодную воду. Именно с солью, чтобы убить там всех паразитов, все нитраты. А после этого немножечко промыл и только после этого в сыром виде положить в блендер. И перемешать. Очень вкусно. Если суп, допустим, не овощной, а мясной, мы варим кусочек мяса. Только с третьего бульона мы оставляем бульон в кастрюле. Остальное все сливается. По причине, мы уже знаем, да, какое. Все это надо, вот, всю грязь, антибиотики. Все это нужно просто сливать. Вот. А потом только, скажем, в суп бульон оставлять. И в нем уже варим мы цельную морковку. Она варится, наверное, минут 10, не больше. Она практически сырая. Мы туда кидаем просто все, что нашей душе угодно. Вот в данный момент это кабачок, это тыква, это лук, это немного лаврового листа. Это приправки. Вот. Значит, когда в блендере я все перемешаю, когда в блендере я все перемешаю, положу травки, какой-то травки или еще что-то тоже перемешаю, что я сделаю? Я просто в тарелочку налью масло. В данный момент я налью вот такое масло, да, масло пожитников, которое очень хорошо пить натощак. Он просто оптимизирует эстрогены. Поэтому можно, это отдельная тема, я могу рассказать о маслах. Сейчас просто речь идет о супе. Так что приятного всем аппетита. Я немножечко переживаю, когда говорю. Вот. Но надеюсь, я вам пояснила, что это за суп. Очень вкусный, очень полезный и не разбавляет желчный сок, что очень важно. Приятного аппетита.